Звуки ностальгии. Нижегородец собрал уникальную коллекцию советских радиоприемников. Собирать их Александр Спиранский начал еще 10 лет назад. И за это время нашел более 160 экземпляров. Многие еще до сих пор работают. Подробнее Александр Алешин. За 10 лет Александр Спиранский собрал более 150 приемников. И для каждого, кто родился и вырос в СССР, эта коллекция родная. Потому что каждый найдет что-то здесь свое. Вот, например, вот этот приемник из моего детства. Сиелга, Селена. Масса приемников. Невский, очень много питерских приемников. Мне по-своему дорог вот такой приемник. Это Соната. Соната 201. Она выпускалась в середине и в конце 70-х годов. Это мой самый первый приемник, который, в принципе, сохранился с тех пор. Так, это у нас альпинист 321. Это у нас... Это вообще хазар. Это вот такой похожий. Типа вот такого что-то. Сейчас посмотрим. Блин, это Россия, скорее всего. Такой у меня тоже был. Для всех такой был. Вот он. Вот он. Я говорю. Он самый. Да. Это был подарок отца на 14 лет со дня рождения. То есть он такой же? Вот абсолютно. Один в один. Шикарная вещь. Прошел со мной путь с 14 лет до 18. Походы. На вечернюю прогулку. Практически везде. Пока работали батарейки, я не выключался. Отец у меня получал в то время где-то порядка 185 рублей. Такой приемник, насколько я помню, стоил где-то в районе 40 рублей. Деньги. Деньги. Хорошие деньги. Нормальные были. Приемники доставались мне по-разному. Либо мне их дарили. Мои друзья, зная мое увлечение. То, что я собираю. Коллекционеры разного рода музыкальной техники, пластинок. Либо я находил это случайно выброшенным около помойки. Это страшнейший дефицит. Во-первых, он по весу. Если вы поднимите, он весил килограмм 15, наверное. Если его батарейки туда положить. Какой тяжелый. Это аппарат такой. Раньше, в принципе, вся техника была достаточно весомой, тяжелой. Во-первых, здесь диапазон такой, что я так полагаю, что ночью можно было поймать и голос Америки. И мода, и какая-то внутренняя потребность. Находиться постоянно с говорящим другом, который мог тебе и спеть, дать какую-то информацию. Горизот, аппарат «Океан». Вот такой аппарат, он работает. ...фотографироваться, посмотреть на все вот эти вот сражения. Выставки, кстати, совершенно разные проводят. Поэтому там и пушка, и ружье. Советская сдачка отличная.